Грузии, пошло. Пошло. Доброго дня. Проводим прямую трансляцию с на этом местечко Белевых Верховной Рады. Давайте коротко по тезисам. Только что прошло ранковое шокувание хлопцев. Мы подвели пиццу Мки четырех месяцев пребывания здесь. Коротко. Хлопцы с батареоном Донбасс из формирующихся сил обороны Украины свою задачу выполнили полностью. Политики могут не дорабатывать. Объединение может не происходить. Народ может раскачиваться не так быстро, как кому-то хотелось. Хлопцы, это не их задача. Они полностью свою задачу выполнили. Весь октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль они отбивали все атаки спецпризначенцев. Тех, кто был похищен и посажен в тюрьму, хлопцы их не кидали, вытаскивали на домашний арест, на свободу. Тех, кого били под судами, давали сдачи. Те, кого пытались обрабатывать мороз, голод, провластная пропаганда, СБУ, МВС, не ломались. С 2014 года ни одна попытка установить протестный намет даже не то, что на Майдане, а под администрацией президента не удавался. Хлопцы в октябре месяце приняли решение защитить тех активистов, кто вышел сюда с протестами, кто решил потребовать лучшей жизни и полностью свою задачу выполнили. И они здесь будут пока хоть одному активисту, хоть одному активному граждану Украины, хотя бы одной армии из одного человека, из одного гражданина будет нужна помощь. Они молодцы. Сегодня будет голосование за антикоррупционный суд. Первое чтение. Я знаю, что закон недосконалый. Я знаю, что Порошенко будет пытаться протянуть там свое свавилие. Будем бороться, будем делать правки. Если его примут в первом чтении, у нас будет время до второго чтения его изменить. Понятно, что если будет протащен под видом антикоррупционного суда опять ручной зверинец с судьями, которые будут выпускать министров, депутатов, прокуроров, то никто с этим мириться не будет. В 10 часов здесь собираются люди и будут требовать, будут давить на раду. Мало их будет. Я не считаю, что над ними нужно смеяться. Прошу, проходите, пожалуйста. Я не считаю, что над ними нужно смеяться. Я считаю, что ими нужно гордиться. А смеяться нужно над теми, кто ругается за высокие тарифы, ругается за то, что жизнь у нас не та, как бы хотелось, но сидит дома. Хлопцы здесь свою задачу выполняют. Приходите, поддержите. По тячевским повстанцам и по зрителям били Верховной Рады. Я хочу сказать, что депутаты, вроде Мустафы Наема, которые рассказывают, что здесь побили местные митингующие, какой-то звичайный патруль, честно скажу, очень сильно рискуют доверием людей. Потому что видео разошлись по всем интернету, по телевидению. Там четко видно, что тячевские повстанцы, хлопцы, которые приехали из Тячева, потребовали встречи с Порубьем, потребовали отставки Порошенко в мирный способ. Подверглись атаке внезапной Беркута. Их было раз в шесть больше. Хлопцы из Батана Донбасс пришли к ним на помощь, дали висич. По информации полиции 14 брехня не нацгвардейцев, а Беркутов. Якова поручили пораненные синяки семь наших хлопцев и шесть арестовали. Несмотря на все заявления Порошенко о том, что они злочинцы, о том, что они нападали, несмотря на всю брехню про властных депутатов, про то, что тут кто-то дискретирует протестных рук, в котором эти депутаты вообще не находятся, всех отпустили вчера без единой эпидозры. И они уже здесь. Естественно, будут поданы все жалобы, естественно, будут перечислены и записаны все те, кто применял неправомерную жестокость. И когда поменяется власть, все те, кто нарушал закон, ответят. Я хочу обратиться к Беркутам бывшим, сотрудникам полиции, которые выполняют не требования закона, а злочинные наказы и сбивать мирных митингующих. Друзья, вы прячете лица под балаклавами не на фронте, а здесь. Можете этого не делать. Потом приезжает президент к вам по больницам и показывает ваши лица. И люди видят, кто здесь применял газ, кидал брукивку. Я против столкновения с полицией. Но я за то, что полиция не охраняла депутатов от народа. Я за то, чтобы депутатам не было стыдно смотреть им в глаза, они могли спокойно ходить по улице. Их не нужно было охранять. Полиция должна заниматься сейчас по большому счету помощи фронту. Охрана общественного порядка. Но ни в коем случае не охраны задниц народных депутатов, которые здесь находятся. Поэтому я против того, чтобы били полицию. Я против того, чтобы полиция била митингующих. Я против того, чтобы некоторые руководители полиции, типа Зазули, говорили, что тут бомжи, что тут проплаченные, деля граждан на несколько сортов, чтобы они превращались просто в охранников Порошенко, в охранников Розенблата, в охранников тех, кто разворовывает нашу оборону, армию, экономику. Всех тех, кто 27 лет грабит страну. Я против того, чтобы у вас была нормальная зарплата, уважение общества, чтобы вы нормально могли своих детей и заработать над государством деньги. Хлопцы Стячева сейчас здесь находятся и хлопцы Донбасса их предпринимают. Я думаю, они сами выйдут уже на звездок. По поводу лагеря. Лагерь мы будем немножко сокращать, потому что было заявление руха новых сил, которые, оказывается, они около месяца здесь уже не находятся. Добрые. Тогда ту часть, которую они занимали, мы с ней сократим для того, чтобы меньше охранять периметр. Значит, еще раз, мы против того, чтобы здесь были фортийные прапоры, мы против того, чтобы политические силы, которые поддерживают народ, если они их поддерживают, между собой скубылыся. Я против того, чтобы кто-то отрекался от тех, кто здесь защищает Украину, от простых людей. Я за то, чтобы все объединялись и работы свои показывали, кто на что гораст. Не важно политическая принадлежность, но здесь партийных прапоров нет. Хочу ответить на несколько вопросов, которые уже задают в комментариях. Чему с плаката возникли гасла принятия закона про импичную президенту? С наших плакатов никаких гасла не возникало. У нас все как по-прежнему. Когда здесь выходила масса политических сил, когда они один за одним пропадали под разными объяснениями, у нас все остается по-прежнему. Наши гасла четко указаны, что олигархи будут позбавлены владой, народ эту владу получит, и Украина будет жить по закону. Отставка Порошенко, антикоррупционный суд, вопрос о принятии закона об импичменте президенту, о том, чтобы не ставить президента и депутатов над законом, а поэтому нужно снимать с них неприкосновенность, вопрос о новых выборах, о смене полностью системы, о том, чтобы не менять задницу на золотом унитазе, а менять саму систему и давать ответственность чиновникам, чтобы их реально садили за разворовывание, сконфискацией.